так ну все добрый день друзья рад всех вас видеть мы рады вас видеть прошу прощения вот чувствуется что сегодня на час раньше и люди просто упустили наверное этот момент хотя буквально два часа тому назад я сделал дополнительную рассылку не только вчера на сегодня напоминание о том что на час раньше встреча началась но тем не менее сегодня у нас замечательный гость встреча с которым наверняка вы помните где-то относительно недавно фуада хондов наш нынешний сегодняшний гость выступал у нас и и рассказывал о еврейской общине азербайджана и в частности баку это было очень интересно очень содержательная встреча было много откликов и я с удовольствием пригласил его фуада еще повторить встречу тем более что тема просто удивительная тема замечательная баку в русской советской поэзии я попросил даже немножко расширить фуада тему поскольку поскольку это есенин есенин и баку то как же можно пройти мимо персидских напевов есенина да помните шаган это моя ну ладно не буду в общем это если это на рассмотрение усмотрение фуада если посчитает нужно обязательно расширить немножко тему фуад пожалуйста вам слово большое спасибо дорогие друзья спасибо аркадию спасибо жанне очень рад видеть всех сборе я понимаю мы все сейчас на нервах мы все сейчас живем сообщениями с фронта вот уж никак не мог представить что до такого в таком глобальном масштабе хотя представляю страну который уже 30 лет живет вот так вот состояние между войной и миром вот но не на таком глобальном конечно уровне тем не менее вы знаете поэзия просто необходимо она необходимо как нечто терапевтическое особенно в такие тяжелые времена говорят что когда говорят пушки лиры молчат но если мы отключим вот эту лирическую струну в себе то боюсь что мы тоже не сможем рискуем потерять вот тот облик за который мы все как-то пытаемся держаться и вот сегодняшняя тема нашей встречи это баку в поэзии самых разных генераций российских советских поэтов и так далее это баку в поэзии людей очень разноплановых очень разнохарактерных но объединенных вот этим вот единым отношением к городу который вдохновлял и смею вас заверить продолжает вдохновлять ярчайших представителей русскоязычной поэзии русской поэзии и вот сегодня мне хотелось бы поговорить с одной стороны о есенине город маяковском а с другой стороны вспомнить александра моисеевича городницкого очень популярный поэтому мигрантской среде в самом случае в торонто очень популярен думаю что и в лос-анджелесе вот у него есть очень интересный сборник стихов бакинская тетрадь который я поговорю отдельно но начать конечно хотелось бы с двух гениев и антиподов русской поэзии начала 20 века это есенин и маяковский знаете вот интересно да есенин и маяковский это как бы два полюса русской поэзии начала двадцатого столетия это два гения но это совершенно полярно разные люди вот если их что-то объединяет их объединяет любовь баку их объединяет удивительное чувство к этому городу их объединяет тот источник вдохновения который и тому и другому дарил баку но у каждого из них баку свой у есенина баку это персия это синтюркская у маяковского баку это америка это даже не европа это америка он видит в бурном развитии баку двадцатых годов прошлого столетия какие-то элементы американского города коим собственно являлся город переживавший вот этот колоссальный нефтяной бум эти такие полярные восприятия одного и того же города но каждый из этих поэтов в баку находил что-то свое что-то для себя что-то такое подарила ему вдохновение но начнем с есенина потому что именно есенину принадлежит вот этот вот замечательный цикл персидских мотивов звучит очень абстрактно в персии оговорюсь самого начала есенин не был его просто туда не пустили все того что он попивал мягко говоря и зачастую вел себя совершенно непредсказуемо и вообще это уже были времена когда отношения с персией постепенно как бы закрывались но есенин бежит из вот этого гнойного перитонита революционной москвы вот это вот состояние очень близкого к тому что сейчас происходит вы знаете по прошествии 100 лет аналогии все-таки напрашиваются знаете какое большое количество приличных меняемых людей сейчас приезжает баку я это вижу по своей экскурсионной практике в ту же грузию с которой россия очень натянутые отношения в ту же армению который приехать легче всего есть такое впечатление что россию покидает адекватность россию покидает интеллект а самое главное россию покидает совесть и чисто русская ни на один язык не переводящиеся понятия порядочность то есть вот этот гнойный перитонит 1920-х годов и 2020-х годов словно выбрасывает из россии все приличное и достойное вот именно в тот период точно также есенин пытается просто убежать из этой среды помните его стихи но кто же из нас на палубе большой не падал не блевал и не ругался их мало с твердую душой кто крепким в качке оставался когда я под шум людской волны но твердо знающий работу спустился в корабельный трюм чтобы не видать людскую рвоту тот трюм был русским кабаком и я склонился над стаканом чтобы не жалея ни о чем себя сгубить в угаре пьяном но есенин понимал что этот пьяный угар ни к чему хорошему не приведет собственно он привел к англитер в какой-то момент он пытается вырваться в двадцатые годы убегает убегает на юг и маршрутом его движения оказывается два вот этих вот полюса южного кавказа баку и тбилиси когда он приезжает поочередно впервые он приезжает сюда в августе двадцатого года когда разработчики только установили советскую власть он был вместе своими друзьями анатолий маринговом григорием голубом кстати в баку сергей есенин свой первый визит завершает поэму сорока уст то есть он заканчивает какие-то свои литературные планы ему нужен был какой-то тайм-аут а затем с двадцатого по двадцать пятый год он будет наезжать баку многократно и вот интересно здесь по его же собственному признанию сергей александрович учил свой стих кизиловым струится соком смотрите какая метафора есенинская учил свой стих кизиловым струится соком здесь он погружается в эту атмосферу востока да а баку не обошли стороной все эти революционные события так сказать этнические столкновения потому что как только начиналась революция в россии баку всегда проходили происходили армяно-азербайджанские столкновения это было с 1905 по 1907 год это было семнадцатого по двадцатый год но здесь не было того гнойного перитонита революции понимаете здесь все таки вот это восточное начало она как-то микшировала все эти революционные потрясения вот именно сюда приезжает сергей есенин и здесь над ним начинает его берет как бы под свое крыло очень интересный человек это пётр иванович чагин вы видите его в левой стороне экрана это главный редактор газеты бакинский рабочий один из секретарей цк это правая рука кирова а киров тогда был первым секретарем цк компартии азербайджана с 20 по 26 год именно из баку баку станет тем трамплином азербайджан станет тем трамплином с которого так сказать киров взлетит в ленинград и уже там его настигнет пуля в тридцать четвертом году чагин благо пережил все эти события вот но петр иван чагин берет есенина как бы под свое крыло пытается создать ему комфортную для творчества обстановку атмосферу сергей есенина поселяют очень престижной бакинской гостинице новая европа вот здесь вы видите на экране почему знаете должен вам сказать что он зачастую не платил по счетам и когда к нему пришел один из его знакомых литератором мануилов и они как-то спускались по лестнице вниз есенина вдруг остановил администратор гостиницы так довольно жестко ему напомнил что неплохо бы и заплатить да ладно ладно заплачу сказал есенин прошел мимо и тут вы знаете как будто какая-то сила его остановила подожди он добежал этим администратором жестко его развернул это мелочь а ты знаешь с кем ты разговариваешь на другой бы за честь почел что в твоей гостинице такой поэт останавливался отныть мне все про деньги да заплачу я тебе и все как-то опешил администратор сей серии на были такие знаете закидончики бывали вот кстати вот это вот здание отеля новая европа это сейчас офис лукойла в азербайджане знаете я годами пытался убедить их руководство в том чтобы одну из комнат в одной из комнат пятого этажа этого здания где останавливался есенин восстановили гостиничный антураж двадцатых годов и сделали комнату памяти есенина в этом здании и пока не сделали но зато музей есенина есть на мордокянской даче муртузы мухтарова макинского миллионера где впоследствии тот самый чагин создаст есенину иллюзию персии причем во время одного из своих визитов в баку есенин окажется в больнице у него обострилась горловая чесотка после одной из попыток так сказать суицида и так далее он был очень популярен в баку его постоянно разбирали на автографы его постоянно тянули в разного рода компании ему было тяжело удержаться вот он постепенно как будто скатывался вот в этой в этот круг кабацкой жизни из которого его нужно было вырвать и вот тут очень интересное предложение подает кто бы вы думали соломон моисеевич гусман это отец юлия и михаила гусманов это один из лучших врачей в азербайджане замечательный педиатр который всю свою жизнь проработал в сабунчинской больнице сабунчи это один из нефтяных пригородов баку находящийся на 20 километровом отдалении от города это был цвет бакинской интеллигенции но при этом соломон моисеевич в молодые годы уже будучи практикующим врачом он еще и подрабатывал корректором газете бакинский рабочий и когда встал вопрос о необходимости госпитализировать есенина чагин не хотел это сделать делать какой-то из центральных городских больниц ему хотелось как-то это сделать тихо где-то на периферии вот пригородная больница сабунчи там знакомый врач они договариваются с соломоном моисеевичем есенина как бы там ну подлечить некоторое время о том что действительно у него был состояние почти близко к белой горячке или что-то в этом роде и вот его госпитализируется бунчинскую больницу ничего из этого не вышло прознали о том что больница есенин паломничество уже туда вот ему там не давали возможности он сам не был готов к лечению ворвал капельницы он вел себя безобразно ему там на веревочке который спускался с верхнего этажа подвязывали бутылки он их поднимал в общем пройдет 10 дней и тот же соломон моисеевич гусман выпишет есенина с очень четким объяснением за безобразное поведение кстати весь этот эпизод очень интересно описан в книге михаила гусмана презентация которой была пару лет назад баку связи 70-летия михаил соломончик вот это он так как по воспоминаниям свою книга о папе и маме потому что папа был выдающийся врач а значит мама ло моисеевна барсук была одним из лучших педагогов института иностранных языков баку-эшбэ это классическая такая бакинская еврейская элита и вот соломон моисеевич гусман подает идею чагину что вот есенина надо бы да госпитализировать надо но надо это сделать в небольничных условиях надо это сделать как-то ненавязчиво чтобы это у него не вызывало отторжение потому что люди в белых халатах у него действовали как красные на быка и вот тогда возникает идея о госпитализации есенина на мухтаровской вилле а его как бы так сказать временном нахождении и вот а есенин в это время конкретно так сказать требует везите меня в персию идите в персию и все не совсем отдавал себе отчет о реалиях вот и когда он всем реально надоел чагина дает распоряжение посадить есенина на корабль бакинской бухте вместо того чтобы следовать строго на юг в иран его несколько часов возят по морю а баку находится на таком клювообразном обширонском полуострове вот на северной части обширона находятся вот эти вот знаменитые дачи бакинских нефтепромышленников бакинских миллионеров на одной из которых есенину создают это кайрайский уголок посмотрите эта карта азербайджана очень интересно то есть и италия напоминает такой сапожок дамский а норвегия это стыла выпущенная из европы на север азербайджан имеет конфигурацию такого летящего орла очень символично орел связывающий запад с востоком первый балет первый театр первый джаз первая республика на мусульманском востоке вот баку находится здесь южная конечности обширонского полуострова где есенина сажают на корабль и вместо того чтобы везти строго на юг в иран его возят несколько часов и пристают к северному побережью обширона где находятся знаменитые дачи мордокянские дачи вот его привозят на дачу к одному из бакинских миллионеров муртузе мухтарову который с приходом советской власти предусмотрительно пустил себе пулю в висок убив двух красноармейцев ворвавшихся к нему в дом переходит к чагину и вот именно на этой даче чагин создает есенину иллюзию персии его привозят на эту мухтаровскую дачу совершенно без зазрения совести говорят персия и вы понимаете не врали не врали то есть там где не добывалась нефть там же стекла по веками сложившемуся укладу там был восток там была чадра там была та сам там был тот самый антураж востока который искал в персии есенин но который находился под боком баку эти баку очень такой разноплановый разнохарактерный конгломерат различных культур и вот ему каждое утро приносила молоко девушка вот так вот по глаза завернутая в чадру но это были два таких черных антрацитовых глаза что есенин сражен на повал кто она как ее зовут дорогой у нас такое не спрашивают если бы ты был местный мы с тобой вообще по-другому поговорили ну как хорошо ну откуда она это вот посмотри здесь деревня мардокян а вот рядом находится деревня шаганы это возможно так рождается вот этот вот образ шаганы ты моя шаганы от того что я с севера что ли я хочу рассказать в поле проволнистую рожь при луне шаганы ты моя шаганы но спросите армян иван совершенно безапелляционно заявил что прототипом образа шаганы послужила батумская учительница армянского происхождения шаганем нацакановна талиан это их версия она имеет право на существование но самое главное есенин погружается в эту атмосферу востока он получает тот антураж который ему нужен он выходит из этого заколдованного круга кабацкой жизни и он начинает писать и вот именно на мухтаровской даче появляется этот цикл замечательных стихов под названием персидские мотивы они пишутся на мардокянской даче мухтарова именно об этом чуть-чуть забегая вперед последствия по прошествии почти 100 лет напишет александр моисеевич городницкий есенин читает стихи кирову а персия хотя теперь и близко но недоступна все-таки увы вздыхает море словно одолистка под шелковым покровом синевы балкон лоза опутала витая в восточном стиле убран кабинет хозяину кирову стихи свои читает ненадолго приехавший поэт печаль глазах сменяется весельем он в кудрях весь как золотом венце свои следы оставила похмелье на пухлом по мальчишечи лице за окнами в пространстве бледно-синим не ярко разгорается звезда мимоза распускается в россии такого не увидишь никогда и влагой солоновата горькой пропитана густеющая мгла и слушатель в суконной гимнастерки не шелохнется в кресле у стола крутоголов широкоплечи грудин вселившийся в роскошный этот дом он понутру не слишком близок к музе но должен знать конечно обо всем растопят ли лукавые лучи растопят ли лукавые южане его зрачков зеленоватый лед он первый секретарь в азербайджане и это не падение взлет кричит павлин во след строке звучащий плывет над садом сумеречный дым и море лазуритовая чаша накрыта небосводом голубым но для судьбы дороги нет окольный на рубеже прозрачных полусфер и одного уже заждался смольный втором время ехать англитер александр моисеевич городницкий есенин читает стихи кирова знаете хотя есенину удалось создать такую антураж востока и так далее вот он начинает догадываться что вот вот персия она какая-то странная вот как-то все по-русски если не говорят то понимают чагин каждую неделю наведывается киров собственной персоной наезжает знаете странноватая персия есенин впоследствии начинает понимать что да с персии его конечно надули но открыто сказать об этом чаги но не решается а чагин был человеком очень не глупым все-таки такой на эти товарищ номенклатурный он познакомил есенина со своим братом василием ивановичем болдовкин вы спросите почему братья и разные фамилии дело в том что чагин это партийный псевдоним собственно как и киров он же у нас кто костриков то есть это была традиция брать партийные псевдонима но честно говоря такой фамилии как болдовкин я бы тоже за какую-нибудь псевдоним спрятался так что петр иван чагин это главный редактор бакинского рабочего а вот василий иванович болдовкин его родной брат кстати выпускник московского коммерческого училища ушедший в революцию Он был советским депурьером. Он возил почту в Персию. И Чагин подружил брата с Есениным, потому что брат тоже немножко увлекался эпистолярным жанром. И они как-то сошлись. У них, знаете, что-то такое срослось у них. И Чагину нужно было, чтобы с Есениным был рядом человек, который при необходимости держал бы его в каких-то рамках. А Есенина, поверьте, нужно было иногда держать в рамках. И вот они очень неплохо с ним подружились. И вот не решаясь как-то высказать какие-то претензии Чагину, Есенин жалуется Болновкину. Говорит, Вася, ну не везут меня в Персию, Вася, ну не везут. Ну вот ты туда ездишь, Вася, ездишь, а? Ну расскажи, ну какая она, это Персия. А тот его очень быстро приземлил. Ну Серега, еще раз одну. Вот тебе Бакинская крепость. Один в один Персия. Один в один. Вот так. А Бакинская крепость тогда была очень запущенной, но аутентичной. Именно в этой крепости будут в 60-е годы сниматься человек-амфибия, бриллиантовая рука. То есть вот это вот подобие Буэнос-Айреса, подобие Стамбула и так далее. Тегеран 43. Это уже в последний советский, постсоветский период ее начали прилизывать, это не пошло ей на пользу. А вот тогда она была запущенная, она была такая полуразвалившаяся, но в этом была какая-то аутентичность. Вот однажды они выходят гулять, погружаются в атмосферу Персии и проходят мимо вот этого заброшенного ханского дворца вдоль крепостных стен. Вот эти вот улочки, змейкой вьющиеся и так далее. И Есенин реально начинает погружаться в вот эту атмосферу Востока. Понимаете, уже такую урбанистическую атмосферу Востока. Вот. И ему все это нравится. А вот эти все змейками спускающиеся улочки крепости, они хоть и кажутся такими несколько хаотичными, они выстраивались веками. Они все как ручейки стекаются к морю, к набережной. И вот так вот, бродя по вот этим вот улочкам, в которых в свое время заблудились и Семен Семенович Горбунков, и Геша Казадоев и так далее, в лабиринте Бакинской крепости, вот, они выходят на набережную. А на набережной стоит вот эта вот лодка. Вот если приглядеться к этому паруснику чуть-чуть повнимательнее, не знаю, насколько это видно на экране, но вот здесь можно прочитать «Айда Пушкин», «Айда кое-кто». То есть на паруснике надпись «Пушкин». И тут вот с Есениной этот хмель весь сходит, весь этот восточный антураж немножко так все, он его отряхнулся, он говорит «Вася, мы идем гулять вот на этой лодке». А в лодке мальчик, сын лодочника, который увидел потенциального клиента. Он раз Есенина за руку, за ним Болдовкин, и Есенина на нее спрашивает «Тебя как зовут?» Мамед, говорит «Хорошо, ты Мамед, а почему лодка Пушкин?» Папа, да, назвал, откуда я знаю. Мамед, ты что, Пушкина знаешь? Конечно, знаю. А кто был Пушкин? Пушкин был мусульманин. Пушкин был мусульманин. А что он делал? А он ничего, я не делал. Он, как его, стихи писал. Он ничего, делал, стихи писал. Но много-много и хорошие стихи писал. Вот так. В Есенин видишь, что мальчик так, не промах. Он его на крючок. Он говорит «Мамед, знаешь, я вот тоже стихи пишу. Много-много и хорошие». Он только на него смотрит. Это что, говорит, как Пушкин, что ли? Говорит, ну вот ты меня покатай тут по морю. А я тебе стихи почитаю. И они выходят в море. И в битый час они гуляют по Бакинской бухте. И все это время Есенин нараспев читает персидские мотивы. Аудитория из двух человек. Из лодочника Мамеда и из советского депкурьера Василия Ивановича Болдовкина, который умер в Баку в 1963 году. То есть брат уехал в Ленинград с Кировом, а он остался. Он, кстати, возглавлял местный цементный завод. То есть такой номенклатурный был. Говорит, что очень не глупый. И, кстати, вся эта информация можно подчеркнуть очень легко. Гугл Болдовкина и Есенини. И всплывает весь этот очерк. Как они гуляют по морю, по бухте. И все это время Есенин нараспев читает потрясающие персидские мотивы. Стихи замечательные просто. В Хоросане есть такие двери, Где обсыпан розами порог, Там живет задумчивая пель. В Хоросане есть такие двери, Но открыть те двери я не смог. У меня в руках довольно силы, В волосах есть золото и медь. Волос перри, дивный и красивый, У меня в руках довольно силы, Но дверей не смог я отпереть. До свидания, перри, до свидания. Пусть не смог я двери отпереть, Ты дала красивое страдание, По тебе на родине мне петь. До свидания, перри, до свидания. И вот так под музыку Есенинского стиха Лодка причаливает к берегу, Есенин расплачивается с мальчиком, И выходя, как бы незначально, Он спрашивает, ну как, Манет, Хорошие мои стихи. Он на него так смотрит. Вот хорошие, да? Но только грустные, да, Они у тебя какие-то. А потом выдержал паузу, Он же понял, что к его мнению прислушиваются, И такой, знаете, вынес вердикт. Извини, да? Все-таки ты не Пушкин. Вот так. И все. И вечер наперекосяк. И все оставшуюся часть вечера Есенин с Болдовкиным Проведут в забегаловке Под названием Поплавок на берегу, Где Есенин по своему обыкновению Наклюкался до чертиков. И когда они выходили, В дымину пьяный Есенин, Это все описывает Болдовкин в своем очерке, Вот этот вот пьяный в грибанан Есенин Друг поворачивается, Вот бывает такая секунда пьяного прозрения, Когда человек вот самую правду матку, Потом поворачивается к Болдовкину и говорит, Вася, А Мамед-то все-таки был прав. Пардон. Я не Пушкин, Вася. Не Пушкин я. Вот так. Понимаете, вот так устами Мамеда На Бакинской набережной В июле 25-го года Глаголила истина. А вскоре после этого Есенин уезжает из Баку навсегда. Вы знаете, вот он, А уезжая из Баку пишет посвящение Болдовкину. Пишет посвящение Болдовкину, Но в принципе это прощательные стихи. То есть его обреченность уже чувствуется. Хотя сейчас очень модно говорить, Что его убили. Но послушайте, какие стихи. Прощай, Баку, Тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, Теперь в душе испуг, И сердце под рукой Теперь больней и ближе, И чувствую сильней Простое слово Друг. Прощай, Баку, Синь тюркская прощай, Хладеет кровь, Ослабевают силы, Но пронесу, как счастье, До могилы И волны Каспия, И Балаханский май. Прощай, Баку, Прощай, как песнь простая, В последний раз Я друга обниму, Чтоб голова его, Как роза золотая, Кивала нежно мне В сиреневом дыму. И вскоре после этого Будет Англитер. То есть, понимаете, Вот здесь уже есть Какая-то обреченность, Есть уже какое-то Ощущение того, Что он едет туда И все, и оттуда Возврата уже не будет. И поэтому Есенин, Будучи в Баку, Пытается надышаться Перед смертью, Заполниться этим, Этим востоком, Этой Персии, Которую он так и не увидел, А если увидел, То увидел Бакинской крепости Или на Мордокянской Даче Мухтарова. Причем, знаете, Вот будучи в Баку, Он встречался И с местными поэтами, Довольно интересными. У него была встреча С таким своеобразным Азербайджанским Есениным, Аля Ахавагидом. Они почти по годке, Да так, Возраст одинаковый. И тот тоже Любил Заложить за спину, Но за ворот. Но в отличие от Есенин, Он не лез на рожон, Понимаете, И поэтому дожил до 60-х годов года. Кстати, Когда вы окажетесь в Баку, Иншаллах, Как у нас говорят, Я с удовольствием вам покажу Потрясающий памятник Аля Ахавагиду. Это такая древо, Вырастающая Из этой местной почвы. Понимаете, Это такой Азербайджанский Есенин. То есть у каждой Поэтической традиции Должен быть Свой Есенин. И вот два таких Есенина, Русский и Азербайджанский, Увиделись в довольно Интересных обстоятельствах. В Чайхане. Есенин Очень любил погружаться В атмосферу Востока В Чайхане. Вы не пили спиртного, Нет, Но там можно было Быть пьяным без вина. Там курили, Причем не только табак. Там звучал этот Трансовый мугам, Это музыка, Вводящая вас Совершенно Такое Полупьяное состояние. Он не понимал слов, Но музыка действовала На подкорку. Вот он так погружался В Персию. Вот однажды, Когда Есенин просидел Вечер в Чайхане И попросил счет. К нему подошли И так мягко сказали Говорит, Извините, За вас заплатили. Кто это за меня мог заплатить? Я же здесь никого не знаю. Он говорит, Ну, Вы не знаете, А вас же знают. За соседним столиком Сидит человек, Он говорит, Вы поэт, Он поэт. Вот он за вас и заплатил. Вот этим человеком был Аляхаваид, Азербайджанский Есенин, Которому Есенин подсаживается И так, Знаете, Поначалу немножко В такой задиристо-кабацкой манере Ему говорят, Так ты что, Тоже поэт, Что ли? Знаете, Вот так, Напрашиваясь на... А вот этот ему Очень так мягко По-восточному Ответил. Говорит, Ну, Ну, Поэт. Типа, Извини, Так получилось. Поэт. Есенин сразу меняет тон. А о чем пишешь, Поэт? Говорит, А о чем может писать Поэт на Востоке? О жизни, О смерти, О любви. Вот посмотрите, Как интересно Переводы стихов Ваида Перекликаются С персидскими мотивами Есенина Своей мелодикой. Это то, Что сумел поймать Есенин в боку. Это то, Что дано Поэтическим органам. Я готов Хоть на смерть За свое божество. Лучше мне умереть, Чем не видеть его. Мой цветок С полуслова Меня разберет, И поэтому Он мне дороже всего. Ты одна Дашь мне силы Мучения стерпеть. Я с тобою И сердце мое Не мертво. Если буду с тобой Хоть минуту вдвоем, Не хочу ничего, Не боюсь никого. Если ни грусть, Ненароком На душу Зайдет, На тебя погляжу И опять Торжество. Ах, Вахид, Ты по-прежнему Пьян от любви. Все несчастья И беды твои От того. Знаете, Как интересно Перекликаются Персидские мотивы Есенина С газелями Аляха Вахида. То есть, Это были люди Очень близкие Друг к другу По духу. Хотя Вахид Пережил Есенина На 40 лет. Но опять-таки, Вы знаете, Реальное признание, Реальная слава Придут только После смерти. Он не был диссидентом. Он ничего не писал Для советской власти. Его не особо Печатали. Но вот В кругу любителей Поэзии Это, конечно, Непререкаемый Авторитет. Знаете, У Есенина В Баку Бывали довольно Любопытные случаи, Когда он В состоянии Сильного подпитья Зачастую Возвращался Вот в эту Гостиницу Новой Европы. И вот однажды, Когда он шел Так, Серьезно покачиваясь Из заносами С стороны В сторону Гостиницу Так, На автопилоте. В то время, Знаете, В Баку Было принято Летом Заливать Крыши домов. А крыши домов В Баку В основном Такие плосковерхи. И вот, Чтобы они не протекали, Их летом Заливают Битумной смолой Киром. Который потом Ссыхается И не пропускает Влагу. На следующий год Этот кир Отдирают, Варят в печах. Опять до жидкого состояния Опять разливали По крышам. И он опять Так же ссыхался. Вот в этих вот Кировых печах, Которые я еще помню По временам Своего детства. В то время Спали Беспризорники. Которые в огромном Количестве Приезжали Вот из голодающей России Как-то вот Кораблями И так далее. И вот Исейн идет Вот так вот К своему отелю И проходит Мимо одного Из таких чинов Печей Где варят кир. И вдруг Такая осюрная Картина. Семень. Черная печь. И вдруг Бум. Два десятка Белых-белых глаз. Беспризорники. К нему Выходит один из них Под старший Говорит Дедек За день Ничего не надыбали. Не дашь ли чего? Денег просит. А Исенин Из кабака Разумеется Спустил все. Что делать? Вот тут Очень интересный момент Исейн Проявлялся Очень оригинально. Он же себя Так элегантно Одевался. Он снимает С себя Коверкотовый пиджак Выворачивает Его наизнанку Сворачивает И таким Небольшим сверточком Отдает Беспризорнику Говорит На Завтра Продадите Купите Что-нибудь Поесть. И идет В гостиницу Беспиджака Он не успел Дойти до гостиницы Его догнал Вот этот Самый Беспризорник Он его догоняет Возвращает ему Вот этот же Самый пиджак Вот так вот Свернутый Как Исейн Ему дал Возвращает Чагин Безус Самых Мифов Миф Квартал Который 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 Контролируется Англичанами Где их Расстреляют На 207 Версте Между Станциями Ахчак Уйма И Перевал И вот Через 6 лет Их Эксгумируют Перевозят В Баку И начинается Этот культ Понимаете Любая Идеология Новая Она строится На культе Великомученичества Знаете Вот большевики Вернете 26 бакинских Комиссаров Расстрелянные Английскими Империями Вау Какой культ Почти религиозный Культ Великого А для этого Нужен Псалом И Есенин Этот Псал Напишет Чагин его Запирает В своем кабинете Так Серега Чтоб к утру Была поэма Вот так Есенин говорит Маяковскому В бастельпроме Рубль за строку Говорит Да хоть рубль Хоть два Выдай поэму И Есенин подает Пой Песню Поэт Пой Ситет с неба Такой голубой Море Тоже Ракочет Песнь Двадцать шесть Их было Двадцать шесть Их могилы Пескам Не занесть Не забудет Никто Их расстрел На двести седьмой Версте Там За морем Гуляет Туман Видишь Встал из песка Шаулян За ним еще Пятьдесят рук Вылезают Стирая Плеснь Двадцать шесть Их было Двадцать шесть Вот читаешь Им Роспокожий Знаете Ну какой Пластический Религиозный Псаум И вы представляете Как Поэтическими Средствами Создается Один из самых Ярких И самых Вопиющих Советских Мифов Который По прошествии Без малого Сто лет Развенчает Александр Моисеевич Городницкий Но к этому Мы еще Вернемся А мне Сейчас Хотелось Бы Поговорить О Еще Одном Величайшем Поэте Нашей Советской Эпохи Что-то Заело Так сказать А вот Поехало Мне бы Хотелось Поговорить О Маяковском О Владимире Владимировичем Маяковском Который Баку Воспринимал Совершенно Не так Как Есенин Он воспринимал Его Через Свою Призму Он приезжал В Баку Еще Молодым Футуристом Вместе С Бурлюком Еще в дореволюционное Время У него Уже тогда Складывается Какое-то Особое Отношение В Баку О котором Он впоследствии Напишет В своих Очерках Причем Маяковский Знаете Вот так Откровенно Писал Вот Люблю я Баку Есть В нем Что-то Особенное Никогда Не забывающиеся Лучше Всего Баку Пышки Цистерны Лучшие Духи Нефть А дальше Степ Пустыня Даже Я взялся Писать И о Минске И о Краснодаре И о Казани И, пардон Аркадий О Харькове Но не могу Оторваться На коротком Расстоянии Фильетона От одного Баку То есть Баку Маяковского Драйвел А Баку 20-х Годов Это довольно Интересное Место Здесь Осуществляются Очень яркие Инфраструктурные Проекты До которых У нефтяных Королей Как-то Не доходили Руки Вот Конку Никак Не могли Электрифицировать Ее Электрифицирует Советская Но Надо Надо Вызывать Должны Богу Богу Кесарю Кесарю Советская Власть Запустит Электрический Трамвай В Баку И он Окажется Настолько Доходным Что именно В Баку Возникает Очень интересная Идея Которая Будет Потом Распространена На всем Постсоветском Пространстве Пригородные Электрички Вот Первые Пригородные Электрифицированные Поезда В Советском Союзе Были Запущены В Баку И они Пошли В те Самые Сабунчи То есть Центр Нефтяной Добычи Где Была Вот Эта Знаменитая Сабунчинская Больница Где Соломон Моисеевич Гусман Пытался Как-то Привести В чувство Есенина Вот Это Баку Сабунчинская Железная Дорога 19,5 Км Это Будет Первая Электрифицированная Пригородная Железная Дорога В Советском Союзе 26 Год Вторая Свяжет Москву И мы Тищи И вот В это Время Баку Приезжает Маяковский Приезжает После Америки Знаете У него Начинают Складываться Аналогии Баку И Америки Вот В этом Бурном Инфраструктурном Росте Баку Он чувствует Что-то Американское Понимаете Вот У Есенина Это Персия Это Сентюркская А у Маяковского Два Очерка Опять-таки Гугл Его Величество Гугл Гугольните Маяковский Америка В Баку Рожденные Столицы Это Очерки В общем-то Интересно У Есенина Прозы Практически Нет Он сам Признался Что проза У меня Корявая Никакая Я себя Выражаю В поэзии Поэтому Горький Назвал его Русским Поэтическим Органом Хорошо Членом Не назвал Падон А у Маяковского И проза Неплохая Она Как же Рубленная Четкая Не в брови А в глаз Понимаете Вот у него Два очерка Которые Вы можете Найти В гугле Гугольните Маяковский Америка В Баку И Рожденные Столицы Что он пишет Цитирую Часов Шесть утра Протираю В глаза То ли От яркости Солнца То ли От необычайности Зрелища Навстречу Прогромыхал Электропоезд Огромные Чистейшие Вагоны Протягивали К проводам Пары Стальных Иксов На таких же Иксах Возили меня Электровозы По туннелям Под Нью-Йорком Видите Какие Аналогии А далее Ощупью Понаслышке Бакинцы Конструировали Машины Стоящие По Америке А когда Дорвались До Американских Поняли Что наврали Мало А кое в чем Превзошли Свои стальные Идеалы Вот вам Описание Баку Маяковского Понимаете Почему у него Проза такая же Рубленная Такая же четкая Такая же Не в бровь А в глаз Как и его поэзия Но Маяковский Не был бы Маяковским Если бы он Не написал Чего-то В стихах Понимаете У него не было Такого Большого цикла Стихов Как у Исей Персидские мотивы Это где-то Под 30 Произведений 26 или 27 А у Маяковского Есть одно стихотворение Но образно Вот соберите Все персидские мотивы На одну чашу весов Есенинские персидские мотивы А на другую Так вот небрежно Бросьте Баку Маяковского И смею вас заверить Маяковский Одним стихотворением Перевесит Все персидские мотивы Не потому что Я его больше люблю Нет А потому что Вот в одном стихотворении Вся выжимка Вся суть Вся квинтэссенция Владимира Владимировича Стихотворение называется Баку Баку Город ветра Песок Плюет в глаза Баку Город пожаров Полыхание Балахан Баку Листья копоть Ветки провода Баку Ручьи Чернила нефти Баку Плосковерхие Дома Горбоносые Люди Баку Никто не селится Ради веселья Баку Жирное Пятно В пиджаке Мира Баку Резервуар Грязи Но к тебе Тянусь я Любовью Больше чем Притягивает Дервиша Тибет Мекко Правоверному Иерусалим Православным На богомоле По тебе Машинами Вздыхают Миллиарды Поршни Колес Поцелуют И опять Целуют Не стихая Маслом Жирно Нефтью И в засос Боли города Противостоять Не смея Цепью Сцепеневших Тел Знаком Соломон Соломон Моисе Моисе Открыла Открыла Вольгот Эпизод Эпизод Моисе Это Моисе Моисе Родство Родство По крови Порождает Кровь Посмотрите Как это все Звучит Сейчас Городницкий Конечно Мудрейший Дядечка Он Очень полюбил Баку Он приезжает Сюда Каждый год И Результатом Этих поездок Стала Вот эта Поэтическая Книжка Которая Успела Стать Раритетом Это Бакинская Тетрадь Городницкого Которая Вообще Начинается С песни Об Аку Посвященной Кому бы вы думали Михаилу Гусману Этот город Картинка Из сказки Неожиданно Встретится Мне Здесь Волною Играющей Каспий Пахнет Нефтью Добытой На дне Этот город Преградой Зеленой Постоянно Стоит На пути По торговой И по телефонной В сотый раз Приглашая Пройти Невеселые мысли Оставьте На чужбине И в дальнем пути Потому что Бакинец Бакинца Где угодно Сумеет найти Меж чужого И шумного Люда Улыбнется Земля К земляку Посидим-ка Дружок За армудом Чайный Стаканчик Традиционный И припомним Далекий Баку Под парижскую Острую крышу Или в хайфе Бредя по песку От подруги Я снова услышу Ах Этот город Похож на Баку На базарах Где запахи Кинзы И у края Морской синевы Видит мир Она глазом Бакинским Для меня Недоступным Увы Я секрет этот Сколько не бился Разгадать до сих пор Не могу Я завидую Тем, кто родился На высоком Его берегу Над прибойной Белой пеной Новой песне Рождая строку Пусть кружится Всегда Во вселенной Этот глобус С названием Баку Александр Моисеевич Городницкий Но Вы знаете Бакинская сестра Городницкого Это плод его Так сказать Моголетних поездок В Баку Вот этот процесс Количественного накопления Он шел годами А потом он как-то Прорвался В какое-то новое Интересное качество Я помню Например свою личную Первую встречу С Александром Моисеевичем Мы встретились У дома Гаджинска Вот этот дом Справа И вот я ему стал Рассказывать о том Что бакинская архитектура Конца 19-го Начало 20-го веков Она такая Очень эклектичная И вот В ней читаются Образы владельцев Гаджинска Собаки похожи на владельцев Вот Баку На владельцев Были похожи дома Понимаете Причем дома строились По образцу Венецианских Палаццо Но они несли на себя Какой-то отпечаток Своих Так сказать Очень некогда Могущественных Владельцев Вы знаете Вот Александр Моисеевич Это вот как-то Зерно пало На благодатную почву Через несколько дней Он выдает посвящение Бакинские дома Стою Куда не знаю Деться В Баку На утреннем ветру Дома Похожи на владельцев По облику И понутру Кичась было И своей осанкой Они плывут Через века Вот этот дом Венецианский Приплыл сюда Издалека На грани На армейце Он застрелил их Люди Гибнут Так-то взяла его На Новобакинское Кладбище В предместе В Гофсаны Где у нее были Перезахоронены Родственники И пока она там Отыскивала своих Перезахороненных Родственников Александр Моисеевич Начинает гулять По кладбищу И вдруг Посмотрите Вот только Складывающееся Кладбище Вдруг он находит Вот такую Огражденную Территорию И даже не могилы А две дюжины Колышков Дело в том Что Вот эта вот тема Бакинских комиссаров Она в Баку Воспринималась Очень остро Особенно с началом Армяно-Азербайджанского Конфликта Когда вспомнились Вот эти вот Кровавые события 18-го года И что греха таить Вот эти вот Сумасшедшие 80-е Начало 90-х Весь мемориал 26-ти был Осквернен Вот эти вот Памятники Были разломаны И так далее В конце 2008-м году В конце концов Было решено Чтобы не было Уже дальше Этих следов Вандализма Взять и Перезахоронить Знаете Сделали это Цивилизованно В присутствии Мусульманского Православного Иудейского Духовенства В общем Вскрыли вот эту Огромную плиту Которую видите В правом нижнем углу Где они вроде были Похоронены Что вы думали Обнаружили всего лишь 23 скелета Вместо 26 Куда делись 3 И кто эти трое До сих пор неизвестно Ну в общем так Уже без вандализма Но и без помпы Без почестей Их перезахоронили Вот на этом самом Гофсанском кладбище Помните как Анна Ахматова писала Когда погребают эпоху Прощальный псалом Не звучит Крапивой И чертополохом Ее украшается Вид И только могильщики Лихо работают Время не ждет И тихо Так Господи Тихо Что слышно Как время идет А позже Она выплывает Как труп По осенней реке И матери Сын не узнает И внук Содрогнется В тоске Вот с чего Начинали С этой вот Помпы Понимаете С этих Мемориалов Причем Все это звучит Выглядит Как пантеоны Как какие-то Культовые сооружения Языческим богам Потому что Из этого был Создан культ 26 бакинских комиссаров Миф и культ Ну вот А перезахоронили Уже без почести Вот это все Увидел Городницкий Когда он поинтересовался А что это у вас тут Наверное Из дома престарелых Хороц Думает Что Это 26 бакинских комиссаров Па-па-па-па А Городницкий В Москве До сих пор На юго-западной Живет на улице 26 бакинских комиссаров Представляете Вот в Москве До сих пор Существует Эта улица 26 бакинских комиссаров Насколько они Не хотят выбираться Из этой Совковой трясины Вот отсюда Этот культ Лениных Жуковых Все этой Коммунистической Нечисти Пардон Отсюда Вот это до сих пор Сохраняющаяся Улица 26 бакинских Но в Баку Об этом уже никто не помнит А там она все еще есть И вот у Городницкого Возникает Вот это вот Понимаете Вот это столкновение Вот с чего начинали И чем закончили Да И он пишет Ответ Есенину Антибалладу Их везли К последнему причалу На изолете Утренней Зари 26 их было Поначалу А во рву Осталось 23 Выкопав И оттерев От пыли Их останки С общей Тоской Посреди Баку Похоронили Под мемориальную Доской Зайчики К могилам Их бросала Вставшая Над Каспием Луна 26 Бакинских Комиссаров С детства Истинном месте Одно вороша Над суровой Летой Рекою Разное Твердят Об их делах Не дадут им Вечного покоя Ни Христос Ни Ягве Ни Аллах Ни прийти им К божескому храму Под покровом Вечной Синевы Мертвые Всегда Не про них То сказано Увы Грош цена Их Многолетней Славе Нам они Сегодня Не близки Может быть Обратно Их отправить Злые Красноводские Пески Мертвые Нуждаются В хороне Песня Поминальная Лети Где Назавтра Их Перехоронят Численность Уменьшит По пути Александр Моисеевич Пиродницкий Ответ Есенину Своеобразная Анти-баллада Но У Городицкого Есть еще Очень интересное Посвящение Рихарду Зорге А Рихарду Зорге Родился в Баку У него была Русская мама Нина Михайловна Кобелева Немец Папа И вот интересно Имея немца Отца Русскую маму Он воевал На стороне Германии Против России В Первую мировую войну Был дважды ранен Немножко приволакивал Ногу до конца жизни А во Вторую мировую войну Он наоборот Собирал информацию Для Советского Союза Против Германии Ну вы сами знаете Дата нападения На Советский Союз Но самое важное Он предупредил Сталина О том что Япония Не вступит в войну В сорок первом году Из-за Перл-Харбора И так далее Вот Сталин Снимает войска С Дальнего Востока И останавливает Танки Гудериана Чуть ли не на Волоколамском шоссе Это была информация Зорге Но в октябре Сорок первого года Его арестовывают Три последних года Своей жизни Он проведет В японской тюрьме Сугама И его повесят В сорок четвертом году На рояльной струне Причем он будет первым Иностранцем Казненным в Японии Возможно и последним Сорок четвертый год Он не дожил даже до 50 лет А родился в Баку И вот Я не буду сейчас сдаваться Во все детали Зорге Потому что вы знаете У нас до сих пор нет Реальной Картины о Зорге Потому что О нем создали легенду Вот такие вот Отдельные Выхваченные из контекста Куски легенды Которые канонизированы Реальной информации О Зорге все еще отсутствуют Но это был Безумный ловелас У него была жена немка С которой он расстался Когда после первой войны Вернулся в Советский Союз Его вторая жена была русская Катя Максимова Которую он реально любил И когда он попадет В такую опалу у Сталина Зло сорвут на ней Ее отправят на ртутное производство Она умрет От ожога легких У него было огромное количество Женщин в Японии Начиная от шведской Журналистки Бригитт Лумпес До германской пианистки Этой Харих Шнайдер Которая выпрыгнула Со второго этажа здания немецкого посольства В Берлине Чтобы передать ему Выкраденные ключи Шефа кабинета гестапо А корябала ногу об камень Он подковалял к ней Нарвал несколько цветков подорожника На ходу сделал какую-то примочку Стави солдат И так ей небрежно И очень сексуально Обработал рану Она готова была выпрыгнуть Второй раз После этого Понимаете У него была Японская пассия Которую, имея печальный опыт Кате Максимовой Изорги никогда не посвящал Во все свои дела И когда его арестовали Его арестовали в октябре 41-го года Три года он проведет в тюрьме Три года и два месяца Ее шестили Ее проверяли На нее ничего не нашли Ее отпустили Вы знаете В 49-м году Она найдет его останки Уже при американцах Она получит доступ К захоронению Она опознала Его останки По золотому мосту У него был Сделан золотой протез Вот по этому протезу Она его опознала Она кремировала останки Похоронила его По японским традициям А вот этот вот золотой протез При кремации Спекся Маленький золотой слиток Она отлила Из него Обручальное кольцо Надела на палец И Унесла в могилу В 90-м году Вот это была Вечная любовь Иси и Ханаку К Рихарду Зорги В 81-м году Гейдар Алиич Инициировал Создание монумента Зорги Представляете Какой оригинальный памятник Работы Владимира Ефимовича Цыгаля Глаза Реальные глаза Зорги Которые все видят Орта нет, он ничего не говорит Радар Который впитывает всю информацию И следы пуль Свидетельствуют о том Что он постоянно Галансировал на грани фула То есть очень интересная До сих пор не раскрытая Такая легендаризированная Личность И вот Городницкий Пишет очень интересное Посвящение Рихарду Зорги При этом отходя от своей традиции Такой поэтической Он пишет ее Более знаете В стиле Белого стиха Посвящение Рихарду Зорге Говорят, что при жизни Его не любил никто Не любила Германия За которую он сражался Безусом Юнцом Первую мировую Не любили правительства стран На которые он работал Собирая секретные данные О намерениях фашистов Не любил Сталин Который не поверил ему Предупрежденные одни и часи Гитлеровского удара И когда японцы в Токио Взяли его с поличным То три года держали Приговоренного к смерти Терпеливо надеясь На то, что его обменяют На такого же Своего арестованного шпиона В Соединенных Штатах Или Советском Союзе Но никто Не пожелал спасти его Все от него отвернулись И поэтому В сорок четвертом Незадолго до дня победы В тюремном дворе Японии Он был наконец повешен Став первым За всю историю Этой страны Казненным там И доставился Говорят, что при жизни Его не любил никто За исключением женщин Которые ради него Придавали своих мужей Родину, карьеру Собирали тайные сведения С риском для собственной жизни Или ломали ноги Прыгая из окошек И он любил этих женщин Япония и в России Постоянно их обольщая Изменяем и бросая Среди них были Баронессы и великие пианистки Придававшие всех и вся А его Никогда и ни разу И последняя из женщин Неожиданно брошенная им Которую он оставил Ради бесплотной Костлявой старухи смерти Отыскала его останки Среди безымянного пепла Опознав его бывшую челюсть По золотому мосту Превратившемуся от пламени В бесформенный желтый слиток Из этого желтого слитка Она отлила колечко Которое разнодев Несла с собой в могилу Говорят, что при жизни Его не любил никто Но его любили женщины А это не так уже мало Ибо уходят бесследно Режимы вожди и страны Но неизменно женская Единственная любовь Которая может сделаться колечком И желтым слитком Но всегда остается Золотом Самой высокой пробы Александр Моисеевич Городницкий Городницкий Посвящение Рихарду Зорге Цикл Бакинская тетрадь Но Чтобы соблюсти Такой гендерный баланс Я бы хотел познакомить вас С еще одним посвящением Баку На сей раз уже женщины Это Аделина Адалес Это очень интересная Представительница Поэзии Серебряного века Это в свое время Спутница Брюсова Адресат его Многих стихов Это женщина О которой очень Знаете Тепло отзывался Мандельштам Но В то время Была такая тенденция Вот этих вот Талантливых поэтесс Вот ее Марину Петрову Как-то оттесняли На переводческую деятельность Она переводила Многих поэтов В Центральной Азии И Южного Кавказа И вообще Знаете Она была очень оригинальной женщиной Она интересовалась физикой Она интересовалась геологией Она интересовалась космогонией И знаете Вот все это Как в полотнах Сальвадора Дали Находит очень интересное Отражение В ее произведениях Вот у нее есть Очень оригинальное Посвящение Баку Город, который она Действительно очень любила На скорлупе Над самым адом Над нефтью серой смолой С белозеленым морем Рядом Несущим пламя под полой Где старый шар Земной распорот На жилах взрывчатых пород Построил Свой заветный город Неунывающий народ Пусть для кого-нибудь другого Нефть значит только нефть А я Я вкладываю в это слово Глубинный смысл бытия Кто понял радуги, павлини И перламутровую тушь И кривизну лазурных линий На черноте мазутных луж Тот превращение законы Припоминая Видит свет Свет жизни Алый и зеленый В останках первобытных лет Узорных папоротов чаще Луч, прилетевший по листку Рогатой птицы Взгляд горящий И тяжких ящеров Тоску Дым океанов Пламя суши Где в миллионах темных лет Горячей нефтью стали души Тех, чей давно утерян след Где под давлением могучим В геологических пластах Учились нам служить горючим И страсть И бешенство И страх Над укращенной преисподней Над миром бури смоленой Стоит давно Стоит сегодня Баку Жемчужный город мой Давно прославленный в народе Он праздник жизни для меня И в светло-серой непогоде И в блеске солнечного дня И даль кубинки бесконечной И шумахинки взлет крутой И ветер 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 вечный Над Абширонской дугой Аделина Адалис Посвящение Баку Видите, город как красивая женщина Вдохновлял поколение русских поэтов Времена Есенина и Маяковского Аделина Адалис Рождественского Он продолжает вдохновлять их И сегодня, буквально несколько дней назад Состоялась презентация книги Азербайджана Израильского автора Михаила Сальмана Который называется Победоносный Азербайджан И посвящена она Победе в Отечественной войне 2020 года Вот та самая Отечественная война Которую сейчас ведет Украина Ту же самую войну Вел Азербайджан В войне всегда прав тот Кто воюет на своей территории Кто воюет в пределах Своих границ Вот именно так Восстанавливали Свою территориальную целостность Потому что не целостность После 30-летней оккупации Азербайджанцев В 2020 году И вот Михаил Сальман Написал целое посвящение Вот поэтическое посвящение Вот одно из стихотворений Называется Азербайджану Впадаю в Каспий Как Кура Теку сквозь горы И долины Сквозь все дожди Сквозь все ветра Где я и Каспий Мы едины Где габустана Сух пейзаж Где влажен воздух Карабаха Где детство Шиховый пляж И век до горести И страха Где мать Вручает мне арбуз И хлеба свежего Краюху Как избежать мне Этих уз Что телу так родны И духу Как кровью Всей туда не течь Туда, где Каспия Буруны Я счастлив тем Что смог сберечь В душе чувствительные струны И нет на свете Ближе слов Баку Земля Азербайджана А чтоб без пафоса И плов С добавкой Вкусная Шафрана Вот так Немножко кулинарный Такой На кулинарной волне Заканчиваю наш сегодняшний вечер Вы извините, что я Так сумбурно О них обо всех рассказал Но Вы знаете, Баку продолжает Вдохновлять Это очень интересный город И мне кажется, что Самым лучшим опытом Было бы просто приехать сюда И вдохнуть Вот этот вкус Шафрана Вкус нефти Вкус Каспийской Бензиновой волны Это удивительное Очарование Города Которым Есенин Видел Персию А Майковский Видел Америку А Городницкий Видит Хайфу Понимаете Так что Жду вас в Баку Еще раз Большое спасибо И большое спасибо Организаторам Пожалуйста Если есть какие-то вопросы Буду рад на них ответить Спасибо огромное Просто Я не случайно Тут вывесил В сердце Фуат Дорогой мой Мое сердце С вами Спасибо Я это чувствую Я это чувствую Слова идущие От сердца Дорогу к сердцу Протарят Слова идущие От сердца Врата любые Отворят Точно Чудесно Чудесно Хорошо Спасибо большое Друзья Есть кто-то Есть у кого-то Какие-то вопросы Пожелания Пожалуйста Вадим Включите микрофон Сейчас Еще не получилось Вот Кажется Нет Не пошло Я включила Алексу Я включила Алексу Я видела его руку А я Вадима не вижу Нет Вадим поднял Первым руку Хорошо Вадим Вы включайте пока А Алекс пока Будет за ним говорить А кто Вадим у нас? А вот Ник Наталья А окей Он может Хорошо Алекс Прошу вас Пожалуйста Говорите Потом Вадим Большое спасибо Я очень благодарен Комментатору За такую интересную тему Большое вам спасибо Спасибо вам Спасибо 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 Я только Вы знаете Я хочу добавить Понимаете То что Вадим Словами О плове Это не случайность Поверьте Вы мне У него есть Потрясающая встреча Где он Учит Готовить плов Как надо Это я В кулинарии Я слав Но я могу Дай Бог Когда вы приедете В Баку Я вас отведу В место Где подают Шах плов Это плов Запеченный В хлебной корочке С шафранчиком С каштанчиком С сухофруктами И так далее Вот у вас на глазах Его разрезают И он дышит Это отдельное действие Но тут уже Это выше моих Кулинарных способностей Слушай У меня уже слюни Вадим У меня уже слюни Вадим Да Да Пожалуйста Вадим Вадим Ну я Во-первых Хочу сказать Спасибо Спасибо За очень интересную Встречу Но я не видел Ваши предыдущие Поэтому Если это возможно Я бы хотел Услышать Хотя бы одно Ваше стихотворение О Хорошо Хорошо Знаете Когда мне довелось Побывать в Батуми В 18-м году Вот это тоже очень Это знаете Баку в миниатюре Почему? Потому что в свое время Альфонс Ротшильд Первый Связал Железной дорогой Каспийское Черное море То есть он построил Для Российской империи Железную дорогу Связавшую Берег Каспия С берегом Черноморским побережьем Чтобы потекла нефта Да И вот за счет Бакинской нефти Батуми Становится Своеобразным Баку в миниатюре То есть та же Этнокультурная Пестрота Тот же Легкий Кафешантанный Образ жизни Те же Легкотекущие Деньги И так далее И поэтому Кстати Общество Ротшильд Называлось Каспийско-Черноморское Нефтяное общество И управляющим Промыслом этого Общества Был кто бы вы думали Давид Львович Ландау Это отец Льва Давидовича Ландау И вот Батуми Это сегодня такая Витрина Грузии Когда я там оказался Меня поразил Вот этот знаменитый Памятник Памятник Алии Нино Это герои романа Кстати Вот очень интересное Произведение Которое я вам Давно рекомендовал Прочитать И вот Дай Бог Когда вы приедете В Баку Я вам обязательно Проведу вас По местам Алии Нино Это история Любви азербайджанского Дворянина Грузинской княжне Любовный треугольник Завершает Армянин Наиболее вероятный Автор повествования Еврей Опубликовавший эту книгу В Вене в 37-м году За год до Аншлюса Основное место действия Баку Понимаете Но именно в Батуми Поставили вот этот памятник Причем знаете Он очень интересный Он в определенный Промежуток Они сходятся А потом расходятся Они проходят Друг через друга Очень интересная концепция Грузинского скульптора Тамар Квертисадзе Вот они делают Такой круг То отдаляясь То сходясь И на меня это произвело Такое потрясающее впечатление Я думал Почему Батуми В романе о Ленино Тифлис описывается Шуша описывается Дагестан описывается Иран описывается Батуми там нет Основные центры Это опять Баку и Тифлис Вот уникальность Батуми В том Что в Батуми Бакинское И Тифлисское Начало Соединяются И вот тут Я хотел бы прочитать Своё посвящение Батуми То есть Баку У нас ассоциируется С морем Тифлис ассоциируется С горами Помните мне Тифлис Горбатый снится Сезандарий Звон звенит По-моему Ахмадульность Не ошибаюсь Вот И вот Вот это вот сочетание Море и гор То есть Баку и Тифлиса Я нашёл его в Батуми И там же я увидел Вот этот вот памятник Героям романа О Ленино И у меня возник Своеобразный экспромт Который выношу На ваш суд сейчас Простите за такой Длительный профес Но как бы Надо было подвести к теме Баку Это море Тифлис Это горы Батум Это море И горы И сказка Что в детство Ведёт нас Волшебной тропою Сполна одарив Материнскую лаской Баку Это море Тифлис Это горы В Батуми Сойдутся Две эти стихии Как встретились С сердцем Ясон и Медея Гомером воспетые В годы былые Баку Это море Тифлис Это горы И Ротшильд Связал их Железной дорогой Чтоб шелковый путь Свой направить В Батуми Где Каспий Вливается В черное море Батум Батум Это море Батум Это горы Алинино Как восток И Европа Сливаются здесь Волшебством Поцелуя Любви своим Миг Бесконечно Даруя Баку и Тбилиси В тех образах Вечных Внимая Корану И Библией Исторой Ведут нас Дорогой Воспетой Поэтом В Батуми Где горы Венчаются С морем Ваш покорный слуга Есть Замечательная Женя Сделай Пожалуйста Ага Вот так Так Друзья Еще пожелание Вопрос Не пожелание А благодарность Потому что Знаете Замечательная Лекция Не только Что она Много Дает Знать Это просто Произведение Искусства Ваша лекция Для меня Прекрасно Я давно Не получала Такого удовольствия Благодарю вас Благодарю вас Вы знаете Это все Так сказать Воспеваем хвалу Блаженной памяти Есенина и Маяковского Нет И воздаем должное Александру Моисеевичу Городни Безусловно Безусловно Но не только это И на правах Это литературный спектакль Не надо Да 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 Спасибо Пожалуйста Я тоже хотела сказать Что мы присутствовали При замечательном Замечательном Спектакле Познавательном Интересном Прекрасно Оформленном Вы так читаете Это незабываемый Был спектакль Спасибо большое Действительно Действительно Какая-то красота Вы нам доставили Красивую жизнь Вы рассказали о серьезном Но так красиво Что это очень наполняет Нашу жизнь Вы знаете Это Это Баку А Баку по-другому нельзя Ну нет А Баку или красиво Или никак Спасибо Линочка Ты снимала рук Я Я просто Знаете Вот Эллочка Сейчас Сказала то Что я хотела сказать Вы Спасибо Я вам помните В прошлый раз показывала Что у меня Городницкий Тоже Да У вас Сейчас Буду писать ему Спрашивать его Насчет Будет ли Вот Показывание Струна Передачи у них Ну спасибо Вам огромное Понимаете Это действительно Какое-то Вот удивление Это как рассказ Не просто про город А про какую-то Вот своего Своего любимого Какого-то Вот человека Спасибо вам огромное И вы замечательно Читаете стихи Спасибо Спасибо И говорите Замечательно В 23-й Бакинской школе Женщина Которая вела Наш любительский театр Рошель Львовна Киперман Блаженной памяти Царствие ей небесное Спасибо Падим пожалуйста Извини Женя Извини пожалуйста Я хочу сказать Что это было Просто очень интересно Очень познавательно Мне даже захотелось Поехать в Баку Где я ни разу К сожалению не была Уже не сможем Уже не Уже никак Это все было Очень здорово И я конечно Поражена Как вы читали Я сама Я сама много занималась Аудитория обязывает Вы знаете Я сама много занималась Художественным чтением Просто профессионально Прекрасно Спасибо большое Вадим Пожалуйста Включите микрофон Кто? Вадим Вадим Вот Наталья Справа А Наталья А он по-моему Может включиться Может Но включите Вадим Не получается Ну давайте еще раз Попробуйте еще раз Есть У меня Один интимный вопрос Мне очень понравилась Ваша Кипа Это Называется Это не кипа Это Арахчин Для меня Это кипа Ну да Кипа бывает Чуть более Таковой Спасибо большое Очень красивая Спасибо Спасибо Это раньше так носили Азербайджанцы Грузины Вот такое любили Вообще Азербайджанцев считалось Что мужчина Всегда должен быть Головном уголе То есть Вот эта вот Шапка на голове Это символ Мужского достоинства Шапка Кепка Да Начинается С мономарочной Да Хорошо Спасибо Спасибо Друзья Еще есть вопросы? Мало Все Подводя итог Я могу только Еще раз Поблагодарить Фуат Огромнейшее спасибо За доставленное удовольствие Спасибо Чудесно По всей вероятности Вот то О чем сказал Вадим Мы не слышали Ваших стихов А Баку и Батуми Это мое Это я знаю Но только одно Одно Стихотворение Поэтому я думаю Что мы с вами Еще свяжемся И поговорим Относительно Еще одной встречи Теперь уже О жизни И творчестве Фуата Ахундова Ой нет Нет Вот тут я Знаете Это тема не стоящая Того чтобы посвящать ей вечер Если есть возможность Лучше приезжайте в Баку Это невозможно Познакомимся Познакомимся Пожеление Между нами Океан Или же Или же У меня были поездки В Лос-Анджелес Меня туда приглашала Азербайджанская община На лекцию Когда я буду в Торонто С удовольствием могу Приехать к вам Вновь в Калифорнию Это Интересно В Сан-Диего вы были Не доехал Я был только в Лос-Анджелес Можно организовать Калифорнийский тур Я поговорю со своими знакомыми Дай бог Чтобы наконец Открылись дороги Понимаете Когда я в Канаде Как канадский гражданин У меня не будет никаких проблем Перелететь из Торонто В Лос-Анджелес Или там в Сан-Диего И так далее Продумать такой Калифорнийский трип Да Но Аркадий в Сан-Хосе Он не в Лос-Анджелес Неважно Ну опять Мы можем как-то Продумать Какой-то маршрут В Сан-Хосе Весь наш блок Ничего Хорошо Этот момент Он более реален А я Я буду в Торонто Летом Вот тогда Может быть Вы могли бы Что-то такое замутить Доживем до понедельника Так у нас будет Иншалла Баруха шам Дайте знать Я постараюсь Вам устроить Что-то в Сан-Диего Удовольствие Буду рад От нас далеко Я думаю Здесь тоже устрою В Сан-Хосе Или Сан-Франциско Да Естественно Можно в Сан-Хосе Приехать В Сан-Хосе И так далее Пожалуйста Вот в этом плане А к моей персоне Особого интереса Я думаю Там не нужно Но вот такой же Поэтический вечер С удовольствием Проведем вживую Причем там будет Больше стихов И даже немножечко Моих тоже Это хорошо Так Друзья мои Значит Будем считать Подведем итог Я говорю Я говорю Только теперь Не прощаемся А до свидания Так Чтобы все У нас Не прощаюсь Говорю я вам До скорой встречи До скорой встречи Во всяком случае Знаете Он уже у нас Выступал В том клубе Мартин Мелодиев Я думаю Что говорить не надо Да Характеристики Не нужны Все Время Начала встречи Через неделю Я скажу Я уточню Вот После того Как получу От вас Отклики В 10 Или в 11 Это Для нас Очень важно Кстати Сегодня Очень многие Подошли К 11 Следите Внимательно За нашим Временем Вот В 11 Начался Прям прилив Людей Было Очень жалко Что они Пропустили Часть презентации Которая была Просто прекрасна Поэтому Пожалуйста Друзья мои Я жду Ваших Пожеланий Рекомендаций И после Этого Будет Принято Решение Относительно Того В какое Время Мы будем Начинать В нашей Встрече В дальнейшем Там Могут Быть Какие-то Исключения Понимаете Израиль Это одно Там Украина Другое Вот Илья Винник Наш Замечательный Земляк Который Сегодня Находится В Киеве Пережил Все бомбежки Буквально Вчера Я с ним Общался Ну Хорошо Сложно Может быть Он еще Скоро Будет Снова У нас В гостях Посмотрим Я надеюсь Я очень на это надеюсь А пока Спасибо всем И до свидания До следующей встречи Будьте все здоровы И что все было хорошо Всем всего хорошего Здоровья Мира Радости Я закрываю Всего доброго Спасибо И любви Несомненно Это Это необходимо Спасибо Все братья Будьте здоровы До свидания Закрываю Закрываю Закрываю